Самое обидное место на Олимпийских играх четвертое. И снова наши стрелки самую малость не дрезнули до медали. Валерий Шомин в ските уступил бронзовую награду представителю катера Нассеру Аль-Атия лишь в перестрелке. Надо отдать должное его катерскому сопернику. Он выигрывал и ралли-рейд Дакара за рулем автомобиля, и олимпийскую бронзу в стрельбе. Вытащите эту бумажку, счастливый вы наш. Слепой жребий решал, кто, наш Валерий Шомин или Нассер Аль-Атия будет стрелять первым в их личном финале за олимпийскую бронзу. Им по 41 году, причем у Шомина день рождения именно сегодня. Для обоих не первые игры, а может и последние, и одна цель на двоих, олимпийская медаль. Только они остаются в стенде. Стрельба до первого промаха, дуэль, пенальти, лотерея, и как назло, снова начался дождь. Королевский артиллерийский барак несколько сумрачен в пасмурную английскую погоду. Туча собирались с утра, а закапала ровно с началом финала в мужском ските. Круглый стенд, круглые зонтики и кругом тучи. Дождь и пасмурная погода – это дополнительная нервотрепка для стрелков. Вот эта высокая зеленая сетка за моей спиной называется фоном, и тучи, проплывающие за ним, мешают спортсменам контролировать мишень. Быстро летящие тарелочки просто порой пропадают из вида на этом пасмурном фоне. Все были в равных условиях. Шесть финалистов из 36 участников. Валерий Шомин закончил квалификацию с третьим результатом, и это важно, потому что предварительные баллы плюсуются к финальным. Но Шомин первым промахивается уже на четвертом выстреле, и катерец «Аля Тия» выходит вперед. Достаточно сложно стрелять, потому что мишени не очень яркие становятся, их не очень хорошо видно. Ну, по крайней мере, у меня так. Я однозначно больше люблю в солнечную погоду стрелять. Второй раз Валерий промазал на четвертом номере, но и «Аля Тия» промахнулся. И еще одну мишень он упустил, когда до конца оставалось 8 выстрелов, так что их личная дуэль началась додолго до перестрелки. Знаменитый автогонщик, победитель ралли «Аля Тия» стреляет первым. Шомин за ним. И перед каждой командой на вылет мишени каждый концентрируется все больше и больше. Восьмой номер. Два последних выстрела. О! Катрец попал. Шомин тоже. Все, перестрелка. Но перед началом та самая жеребьевка. И «Аля Тия» снова будет стрелять первым, перед Шомином, как и весь финал. Вот уж повезло. Ты же видишь, что происходит перед тобой. И когда... То есть, если перед тобой попал человек, то тебе надо только попадать. Стреляют с одной позиции, с четвертого номера. Две тарелочки вылетают одновременно, справа и слева. Шомин промахивается на шестом выстреле. Чуть-чуть застоялся на старте по первой мишени, соответственно, чуть позже стрельнул ее. При переходе чуть-чуть оказался не там, на второй мишени. Застоялся на жаргоне стрелков означает, не поймал момент вылета мишеней. И это снова к разговору о случайностях. После команды спортсмена тарелочка может вылетать в промежутке от нуля до трех секунд. Мы специально замерили время роковой попытки. Команда Шомина... Две целых три десятых секунды. Одна из самых долгих задержек выстрела мишени в финале. Чемпион мира 2010 года, именинник Валерий Шомин, четвертый на своей третьей Олимпиаде. Хотелось, чтобы было с чем отпраздновать, но ой, чуть-чуть. Тренер российских стендовиков Алексей Ветыш отказался от интервью. И, честно говоря, контраргументов у нас не нашлось. У меня два четвертых места. Я не знаю, что бывает. Каждого призера Олимпийских игр, пока он не снял медаль, сопровождают английские полицейские. Наши стрелки в Лондоне, к сожалению, в охране пока не нуждаются. Андрей Журанков, Олег Елисеев. Королевский артиллерийский парад. Лондон.